привет мои любимые добрый прекрасный вечер хотя уже не вечер, ночь времени уже больше 12 я вышла на улицу, потом увидела какая там красота и думаю, блин, почему же я телефон оставила пойдемте я вам покажу эту красоту включайся, спасибо, светик дверь даже не закрывается, потому что смотрите, сколько снега навалило видите, она даже до конца не закрывается так и не забрали футболочку здесь все в снегу смотрите, какая красота на лавочке я не сижу сердечко тут нарисовала только что а здесь тоже сделала сердечки ножками так, раз, два, еще сердечко такая красотища на улице вообще, просто сказка Хорита куда-то пошла с Юлькой гулять, не знаю то ли туда, вон они там гуляют вон Хорита там ходит видите, так классно я сегодня почти не выходила ну, вышла там, птичек покормила с котиком пообщалась и все, целый день дома что только не делала и селедку солила обещала вам рецепт рассказать или показать, но потом уже в другой раз сегодня что-то какое-то ах медитативное настроение не хочется не болтать ничего боже, какая красота вот я сейчас общалась с с девушкой в контакте ну как с девушкой с женщиной она мне говорит берешь у меня вот трое детей и я всю жизнь живу ради них я говорю, ну это прекрасно твой выбор молодец она говорит вот тебя совсем не могу понять я тебя очень люблю и уважаю и все ну вот понять не могу я говорю в чем не можешь понять солнышко она говорит вот мой муж приходит иногда в стельку и я этого терпеть не могу потому что отец мой всю жизнь пил дед мой всю жизнь пил брат мой всю жизнь пил и все они били своих жен и мой муж тоже когда приходит пьяный и меня бьет и выгоняет на улицу я с детьми сколько ходила и не знаю чего вот а ты говорит почему ты не это самое ты 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 мудрая и такая разумная почему ты не могла как-то хитростью или как угодно и делать что угодно но только чтобы быть рядом со своими детьми там угождать своему мужу и что угодно там это самое предпринимать лишь бы быть возле своих деточек возле своей лялечки шестимесячной возле своих мальчиков любимых я говорю не по твоим рассказам а своему сердцу верю и чувствую насколько ты любишь своих деток насколько они для тебя дороги и как ты живешь ими и дышишь и так и почему ты не предприняла ничего чтобы быть с ними рядом ну наверное когда человек не был в моих ботинках или как это сказать не был в моей шкуре он естественно никогда не поймет как бы я не объясняла и как бы я не пыталась там рассказать человеку о своей жизни он это будет воспринимать или как отмазки или как оправдывание или как еще что-то вот я и говорю солнышко мне было все равно я была когда беременная османом старшим мальчиком ну вторым своим ребенком а старшую свою девочку я оставила со свекровью первого супруга потому что нам очень срочно нужно было ехать в Ливан со своим вторым новым мужем вот и я как какая-то дура поверила что мы едем максимум на месяц потому что папе очень плохо и обязательно за дочечкой за твоей вернемся и или останемся в Мариуполе жить или заберем дочечку и поедем в Ливан я ехала только на месяц потому что была на третьем месяце беременная уже османом вот и так все как-то я рассчитала что как раз буду на четвертом приедем заберем Ирочку и вернемся и так далее вот а все это было ложь сплошная ложь никто не собирался забирать никакую Ирочку и даже никакой семье своей арабской он не рассказывал о том что у меня дочь не знаю сколько времени наверное много лет вот а я сначала не знала арабского а потом он меня уже начал запугивать что если я расскажу о существовании Ирки он у меня заберет этого ребенка новорожденного и так далее и так далее но не в этом дело а вот о том что я им я ей объясняю говорю вот смотри я была беременная османом когда только-только приехала в Ливан прожила там 2-3 месяца была на большом сроке беременная и он тоже приходил у меня и пьяный в стельку и там обрыгивал у меня весь балкон который я с таким пузом понамывала вот и шатался где-то ночами его дома не было и так далее и так далее я терпела точно так же как и ты не меньше твоего и на все это типа ну не то что закрывала глаза а как ты говоришь смирялась ради ради того ребенка который у меня там в животе и ради своей какой-то там надежды эфемерной в голове что он обязательно дочечку мою заберет я там и рыдала он мне говорил ты вот это рыдаешь потому что беременная не потому что за дочечкой скучаешь а я и спать не могла постоянно мне там снилась малая и вообще не чувствовала себя что я живая все какое-то не мое кино понимаете все время была мысль что я здесь делаю почему я вообще здесь нахожусь и так далее и так далее вот но я тем не менее все это как говорится терпела и жила и ничего не это самое как говорится не не сваливала не скандалила все так а слава богу принимала все как есть короче вот ну когда я уже как говорится решилась уйти это когда у меня уже была выплаченная квартира мной за 10 лет который я там работала каждый день в магазине который сама открыла и сама покупала туда товары и сама продавала там постоянно общалась со всеми покупателями и деточки мои со мной же тут же в этом магазине росли и учились ходить говорить и так далее когда уже его это какое-то ожесточение и злость и еще что-то перешло уже на моих детей от бывшего я естественно уже не могла вообще этого терпеть понимаете когда спит твой ребенок пятилетний а он приходит готовый и хватает сына и начинает там избивать или скидывает к кровати или ставит его под возле стенки среди ночи и начинает там ругать или еще что-то естественно я не могла этого терпеть просто это послушать это как-то одно понимаете если человек этого не чувствовал не не проживал не видел на себе на своей семье на своих детках он никогда в жизни тебя не услышит и не поймет это настолько нужно быть чувственным и не знаю чтобы хоть немножечко почувствовать каково мне там было в этом и это вообще дело не в эго не в уме не в какой-то обиде или в чем-то вообще нет я вот вам серьезно говорю я как она мне говорит это девушка женщина что-то не могла как-то там с ним там поласкови или еще что-то я реально он приходил с работы я ему мыла ноги и ползала возле него как хуже чем рабыня из аура потому что я это делала не для своего эго не для своих каких-то этих а только чтобы он не обижал моих детей понимаете естественно я была наивняк а он в свою очередь видя это насколько мои детки мне дороги и любимы он на всем этом я так уже сейчас вижу просто играл понимаете потому что других никаких рычагов не было чтобы я делала то что он хочет не хотя этого делать а кого-то осуждать или разбираться в чьей-то жизни когда ты ее не прожил это вообще неправильно я вот уже миллиарды раз просила прощения у своей мамы потому что я ее осуждала за то что она ушла и нас с сестрой бросила как она не подумала о нас получается она эгоистка ей вообще пофиг на нас она взяла и решила уйти из этой жизни оставила сестричку мою 12-летнюю без мамы оставила меня в 17 с половиной лет без мамы я тоже ее осуждала и так все время до тех пор пока не осознала до тех пор пока не прошла свой вот этот путь и понимание что нельзя вообще никого судить понимаете и наш даже ребенок новорожденный он точно такая же душа как и я и у него опыт может быть побольше моего понимаете может быть он сейчас пришел с такого воплощения с такой передряги что я против него ребенок а мы вот присваиваем что это наш сын или наша дочь я его старше сейчас я его наручу да он больше тебя знает может быть он это выразить не может может он это показать не может но он знает столько же сколько ты в нем вселенское знание как и в тебе как и в любом в любом божественном творении так что и я как бы не хотела ей что-то показать или объяснить или рассказать о своей жизни я не смогу потому что у нее абсолютно другой опыт свой который только ей присущ и все они Продолжение следует...